Что-то невообразимое и зловещее творилось в Екатеринбурге и в недалеких от уральской столицы городах в дьявольской жарке во всех смыслах день 13 июня, да и в понедельник 14-го огненосные напасти не прекратились. Большой город горел с разных концов из-за подожженной сухой травы и тополиного пуха. Ветреная погода ситуацию усугубляла до критических масштабов. Пламя раздувало в считанные минуты и, казалось, у горожан под ногами горит земля. Пожалуй, самый жуткий из десятков прочих пожаров приключился в окрестностях озера Шортаж. Рядом с Железкой 13-го в 13 часов с минутами загорелась большая изба с номером 7 на улице Аппаратной. Ветер моментально разметал пламя по частному подворью на площади в 350 квадратов. И когда примчались первые пожарные подразделения, остервенело воющее пламя перекинулось на соседский склад, а с него переметнулось на два двухэтажных жилых дома, из подъезда в которых выскочили 24 жильца, среди которых были трое детей. К месту адского пламени даже подогнали пожарный поезд. К счастью, рельсы оказались совсем рядом с горящим домом. Сложности в тушении заключаются в отсутствии наружного противопожарного возосновления в этом районе, а также плотной застройкой зданиями с низкой степенью огнестойкости. Всего в тушении задействовано 99 человек личного состава, 21 техники. На тушение привлечен пожарный поезд. За порогом погорелого склада, который еще дымился, развернули пожарный штаб для более эффективной координации действий огнеборческих подразделений, а в небо запустили беспилотник. С высоты птичьего полета выжженная земля на аппаратной выглядела просто зловище. Пипец, картина, как после войны. А сколько железа! Так-то нифига, тут разруха. Тут не один дом сгорел, а несколько. Еще вон туда, дальше тут не видно, тоже все сгорело. Офигеть! Вчера же, за полчаса до полудня, в Заречном микрорайоне Екатеринбурга сгорели три частных дома на улице Полежаевой. Ветер в мгновение ока раздул адское пламя. И все было охвачено огнем. На площади 600 квадратных метров горел частный дом, а также надворные постройки. Распространению пожара способствовала сухая и ветреная погода. На месте пожара работало 13 единиц техники, 47 человек личного состава. Пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки. В южной части Екатеринбурга, на улице Островского, рядом с ботаническим садом Академии наук, горело очередное частное подворье. Местные до приезда пожарных сами ведрами пытались тушить тлеющие заросли в округе. В Реже, несчастливый день 13-го, сгорели три дома в частном секторе на улице Александровской. Там отключили и свет, и газ. А на дымной улице появился даже регулировщик. Местные с горькой иронией даже пошутили. И, дескать, они уже забыли, как выглядит гаишник с жезлом в руке на Режевской улочке. Кое-кто из автомобилистов, похоже, тоже позабыл, что его жесты означают. Все живы, но было страшно. Огненосная напасть не обошла стороной даже церковное подворье. Но об этом чуть позже, а пока об общих, нездоровых, опаленных огнем тенденциях выходных дней. По информации пресс-службы регионального управления МЧС, только 13 июня. Пожарные в губернии потушили 224 техногенных пожара, большинство из которых, 184 штуки, если быть точным, сотворили люди со спичками, поджигая тополиный пух и сухую траву. И поджигали это дело десятки раз за сутки, и каждый час в дежурную часть звонили взволнованные горожане и сообщали о десятках новых очагов воспламенения. Даже губернатор Евгений Куйвышев написал на своей страничке в Инстаграм о том, что все выходные над Екатеринбургом столбы дым оклубились. Горят дома, заброшенные здания и сухая трава в парках. Пух быстро горит молниеносно и под угрозой здания, скверы и жизнь людей, написал глава региона и предостерег поджигателей и юных, и зрелых, напоминанием о том, что поджог – дело уголовно наказуемое. Цитата от губернатора. «Запомните сами и объясните своим детям, пух и траву жечь нельзя». Природа наконец-то жалилась над свердловщиной. Вчера вечером прошли дожди, да и в ближайшие дни синоптики обещают осадки. Так что тополиный пух промокнет, а сушь сойдет на нет. И в большом городе, и в лесах есть мнение, что сплошная огненосная жуть уже осталась в прошлом. К слову, пламя никого не щадило. На сортировке на улице Седова в Екатеринбурге пламя подобралось к трехэтажному зданию школы. А на Эльмаше на улице Вали Кутика мирное пламя залетело даже на церковное подворье храма во имя святых Кирилла и Мефудия. Кто-то поджег пух возле мусорных баков. Там отчетливо были заметны следы поджога. И огонь перекинулся на церковный гараж, в котором находились два газовых баллона и запорожец породы Шанс. От пламени пострадал пристрой к гаражу и кровля капитального здания. А сегодня утром во дворе жилого дома на улице проезжей загорелся автосервис. Кто-то из механиков, вероятно, неудачно покурил, из-за чего и без пуха после утушки в гараже было так мокро, что с потолка капало. А женщина по виду, похожая на хозяйку частного подворья с автосервисом внутри, грудью встала на пути ночных репортеров, утверждая, что, дескать, да, покурили, да, погорели. Но это их личное дело, и чужакам вход запрещен. Хотя, если бы не пожарные, внутри находились баллоны с газом, и огонь мог запросто перекинуться на соседские здания. К слову, из-за чрезмерной огненосности ситуации Екатеринбургский гарнизон был вынужден задействовать в прошедшие жаркие выходные дополнительный резерв 40 пожарных штыков и 11 единиц спецтехники. Такого в уральской столице кажется. Давненько уже не бывало.